Друзья мои, всем огромный привет! Меня зовут Катя, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас 28 февраля, это значит, что сегодня у нас с вами будут фавориты месяца, фавориты за февраль. Я нашла в этом месяце много всего интересного для себя, открыла что-то новенькое, поэтому буду рада поделиться. Также подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, я всегда вас там рада видеть и приятного просмотра. Я начну с того, что предыдущий влог, последний влог, он был на тему похудения, на тему правильного питания, ну, относительно, да, правильного питания, и я вам рассказывала некоторые вещи, которые я делаю. В этом видео я хочу начать вот эту вот историю похудения, ну, не историю похудения, но упомяну вам о нескольких моих любимчиках. Только я могу вообще, разговаривая о похудении, о теме снижения веса, заговорить о ванильном сиропе для кофе. Ну, расскажу вам, в чем суть. Во-первых, я ограничила себя в сладком, и у меня это успешно получилось. Я просто в какой-то момент поняла, что я не хочу больше оставаться в этом весе, мне срочно нужно сбрасывать несколько лишних, скажем так, килограмм, потому что за время болезни я набрала, потому что я лежала пластом. Если мне хочется, например, что-то сладкое, я стала добавлять хотя бы вот там два нажатия помпы, либо одно нажатие помпы сиропа в кофе. Меня это спасает, для меня это целый десерт, и я не вижу ничего страшного в том, что если вам сложно отказаться от сладкого, от сахара, я думаю, что кофе с сиропом, это, наверное, я понимаю, я понимаю, что это сахар, я понимаю, что это вредно. Я просто делюсь с вами своим опытом и говорю, что для меня, например, это круто работает, когда я не ем ничего сладкого, но раз в день, либо раз в два дня я могу выпить чашку со сладким сиропом, например, с утра или когда мне это нужно, чтобы восстановиться, чтобы не чувствовать себя разбито, потому что когда ты резко слезаешь с сахара, это все равно дает о себе знать, и голова как будто бы соображает хуже. Это нормально, к сожалению, и нужно этот момент преодолеть. Почему я показываю именно этот сироп? Я его заказала на озоне и заказала помпу, которой у меня никогда не было. Я помню в комментариях, по-моему, девушка мне написала, по-моему, это было видео про подарки на Новый год, и одна девушка написала про вот такую помпу. Я подумала, блин, точно, мне тоже нужна такая помпа, потому что у меня никогда не было. А вы видите, какая здоровенная бутылка, и вот так вот каждый раз наливать себе в чашку кофе, я понимаю, ничего страшного, я до этого всегда наливала таким образом, но мне очень нравится, что здесь всегда у вас фиксированная порция, и вы никогда как бы не ошибетесь с количеством сиропа в вашем кофе. Поэтому я считаю это классной покупкой, правда, дождитесь скидок, потому что эта помпа, ну, это всего лишь пластик. Мне кажется, это дорого, мне всегда жалко на такие, знаете, как будто бы бесполезные, но вроде полезные вещи, жалко денег, не знаю. И это мой первый фаворит в этом месяце. Кстати, хочу вам показать, смотрите, я вчера для съемки цветочек срезала, и вот так вот решила его спасти, поставить в водичку, и он так расправился красиво. Посмотрите, такой вообще красавчик. Не знаю, зачем я вам это показываю, но тем не менее. Второй, самый главный, наверное, фаворит этого месяца, это новый компьютер. Новый компьютер вот здесь, это MacBook Pro, и у меня никогда не было маков, сразу оговорюсь, я никогда не сидела на этой платформе, у меня всегда был только телефон Apple, и, в общем-то, я компьютера никогда не хотела. И задумалась о покупке мака только когда начала монтировать видео, и серьезные сбои у меня в монтаже на моем старом компьютере происходить начали где-то 3-4 месяца назад, монтаж стал невозможным, и многие видео до сих пор не вышли. Наверное, видео 5 или 6, потому что мои проекты всегда слетали, и в итоге видео просто не могло выйти. Это было очень больно, потому что ты сидишь и тратишь на монтаж уйму времени. Я очень люблю монтаж, и когда ты погружен в работу, в творческий процесс, и у тебя слетает проект, ты понимаешь, что ты второй раз такое же видео не сможешь смонтировать физически, потому что это же такой полет фантазии, мысли, музыка, подборки, вставки, эффекты, и сил не хватало переделывать, потому что нужно было идти дальше. Причина покупки нового компьютера только монтаж. Если бы не монтаж, я бы, наверное, его не покупала, потому что меня вообще устраивал абсолютно мой старый, и он до сих пор у меня как бы есть и остается. Я на нем играю в игры, потому что на маке я не представляю, как играть, а я играю в игры. К нему я также купила еще фирменную их мышку. В общем, я очень довольна этой покупкой, я на нее долго собирала, ну, достаточное количество времени, наконец-то купила. Очень приятно самому себе купить желанную вещь, да, тем более такую полезную. Так что это прям такая вот серьезная, знаете, покупка в этом месяце была для меня одна из первых достаточно крупных покупок, поэтому я вот тоже вам ее в этом видео хотела показать. Тем более, что это напрямую связано с каналом, и если вы начнете замечать какие-то изменения в монтаже, это новая программа, лишь Final Cut Pro, я буду теперь на ней монтировать, и я уже там, знаете, прохожу всякие курсы по монтажу, потому что она полностью отличается от Adobe Premiere, на котором я монтировала до этого, и, в общем-то, нужно сейчас подпривыкнуть и подучиться. Следующий фаворит в этом месяце, к чему я вернулась, я нашла, наконец-то, это масло от Matrix, оно у меня было очень глубоко запрятано в каком-то ящике, я его всегда очень любила, и поняла, что волосы у меня в ужасном состоянии, конечно, сейчас я уже жду, не дождусь 2 марта, потому что 2 марта я пойду на стрижку, и, наконец-то, состригу все это, весь этот кошмар с головы. Я всегда за то, чтобы были волосы покороче, но чтобы они опрятно, аккуратно выглядели, потому что я вам уже показывала во влоге, ну, длина волос, который у меня сейчас, она даже в кадр не влезает, в общем, такое себе. Короче говоря, вот это масло, оно очень-очень хорошее, это Matrix Oil Wonders, я вам показывала его прошлой весной, и оно, во-первых, очень вкусно пахнет, оно хорошо распределяется по волосам и делает их гладенькими, блестящими, ну, в общем, как и любое масло, да, оно сглаживает кутику, и получается таким защитным слоем его обволакивает ваш волос, поэтому я тоже вам могу его посоветовать, на скидках оно в Ревгоше, по-моему, стоит около, может, 500 рублей, 600. Вам его хватит на очень-очень долго, это я вам точно обещаю. Вообще, достаточно двух-трех нажатий, даже, наверное, двух, на свои волосы я могу пять-шесть раз нажать на помпу, и даже вот с этим учетом, ну, конечно, я не весь год им пользовалась, но вот у меня всего лишь пока что такой расход. Следующий фаворит, который я вам уже показывала в распаковке, это Body Shop, это крем для рук. Я не знаю, у меня просто лучшего крема для рук не было, эта серия называется Hemp с конопляным маслом, и, знаете, я вот жалею, что я не купила его раньше, потому что всю зиму у меня были ужасные руки. Я чем только их не мазала, даже если это обычный какой-то крем был, он не увлажнял достаточно руки, тогда как этот крем, он их восстанавливает прям действительно, и для меня это было большим удивлением. Единственный момент, что вы его лучше наносите на ночь, и таким средним, да, слоем, не сильно жирным, не сильно тонким, и он очень хорошо будет работать на восстановление кожи. В обычной жизни с утра, в течение дня, если вы что-то делаете руками, я бы не стала его использовать, я его и не использую, мне достаточно нанести его на ночь, и руки себя чувствуют прекрасно. Все, кто купил этот крем после того видео, мне написали даже под другими видео, что очень классный крем, большое спасибо за то, что я поделилась им, но действительно, я, конечно, плохо разбираюсь в кремах для рук, но я вижу эффект, поэтому я вам его показываю. Следующее средство «Люблю-ненавижу» называется, но в этом месяце я все равно включаю его фавориты, потому что я его заново для себя открыла. Это Эрбориан BB крем, у меня оттенок Клеер, я показывала вам прошлой весной его, и говорила, что он мне темный. Он действительно мне темный, но в чем проблема была тогда в прошлых нанесениях? Я его распределяла пальчиками, и пальчиками получался плотный слой всегда. В этот раз я решила взять и нанести его бьюти-блендером, смоченным в воде, естественно. И знаете, покрытие получилось тонким, но с плотным пигментом, то есть я его стала использовать на каждый день, то есть в жизни, когда я не снимаю видео, какие-то вещи такие не происходят со мной, просто в реальной жизни. И мне очень понравилось по нанесению, по покрытию, по всему. Единственный недостаток для жирной кожи, спорный момент, то есть я припутриваю его. И второй момент, что он все же темный. То есть он для меня темный, но так как я все же его купила, и мне жалко его, знаете, либо выбрасывать. Никому из моего окружения он, в принципе, не нужен. Я подумала, надо дать ему шанс хотя бы использовать его на каждый день, когда меня особо никто не видит. Но знаете, у меня бывает, когда я сижу дома, я даже могу немножко нанести тон и подкрасить брови. Мне как-то... Ну, я не знаю, почему так происходит. Возможно, я не очень уверена в своей коже сейчас, потому что она, знаете, в таком состоянии и так себе. Но если он вам подходит по оттенку, я бы вам очень его советовала. К слову, Клэйр это самый светлый оттенок в линейке, но он все равно на мне такой, знаете, тяжеловатый. К сожалению. Я бы его тогда, может быть, для видео использовала, но на видео, я думаю, будет очень сильная разница. Поэтому не рискую. Следующий фаворит Наташа Динона, за который вы меня, наверное, убьете, потому что я обещаю несколько месяцев снять вам видео, красимся и болтаем, делаем макияж, и я все не могу снять. Объясню, почему я не снимаю, как раз из-за проблем с кожей. Пока что прям не могу. Скажу откровенно, но этой палеткой я пользуюсь вот с нового года, получается, и пользуюсь ей буквально в каждом видео. То есть с тех пор я не красилась, по-моему, ни одной другой палеткой. Все, что вы видите на глазах, такой нюдовый легкий макияж, это все Наташа Динона. В чем ее вообще фишка и в чем ее плюс? Я думаю, вы видите, что это вообще максимально базовая палетка. В ней нет ни ярких цветов, ничего такого сверхъестественного. И, в принципе, наверное, все, кто меня смотрит, наверное, ваши косметички, все эти оттенки присутствуют. Но мне очень нравится, что с ней легко работать. Полупрозрачные, хорошо тушующиеся, пудровые оттенки, которые, не знаю, но мне с ней прям приятно, знаете, работать, и рука всегда тянется к ней в последнее время. Я помню, до Нового года я была влюблена в палетку Нотти от Худа Бьюти и пользовалась только яркими цветами. Мне хотелось цвета, мне хотелось на глазах чего-то яркого. С ней, конечно, посложнее работать, потому что яркие пигменты, видны какие-то пятнышки, видны какие-то промахи. А с этой палеткой, знаете, всегда макияж выйдет очень даже хорошим. Если у вас нет такой палетки или нет таких оттенков, я бы посоветовала вам к ней присмотреться, но все-таки цена вопроса, по-моему, около 6 тысяч. Если у вас есть похожие оттенки и вам комфортно с ними, не стоит ее покупать, потому что это будет масло масляное. У меня как раз не было нюдовых оттенков. У меня есть нюдовая палеточка маленькая от Dior, но так как я вот сейчас веду канал, решила все же что-то новенькое взять там на обзор еще как-то и попробовать. Короче говоря, люблю безумно и вам советую, если у вас есть в ней потребность. Если нет, то не тратьте свои деньги. Следующее из косметики, что я хочу показать, это помады. Помады я очень сильно люблю. Мне кажется, это один из любимых элементов в макияже. Это губы и помада. И хочу вам показать вот эту помаду от Tom Ford. Я вам ее показывала, поэтому я быстро скажу. Оттенок называется First Time и она потрясающая. Я пользуюсь ей месяц и думаю, что когда она закончится, я сразу же возьму еще в таком же оттенке. И покажу вам две помады, к которым я вернулась в этом месяце. Во-первых, это блеск для губ, который сейчас на мне. Это Dior Lip Maximizer. Он якобы увеличивает губы. Мне это неинтересно. Мне интересен оттенок, мне интересен эффект. Очень сильно люблю этот блеск. Я покупаю его уже во второй раз. И вот именно этот оттенок, сейчас я вам скажу, как он называется. Друзья мои, вроде бы это оттенок 012. Все ссылки будут внизу. Обязательно посмотрите. Но он очень хороший, на каждый день. Нюдовый, очень красивый блеск дает. Не склеивает губы. И мне нравится. И еще одна помада, к которой я вернулась, это Chanel. Она называется Rock Allure Liquid Powder. 978 оттенок. Она вот с такой штучкой. И когда вы ее распределяете по губам, она превращается в пудру. Она дает такой естественный пигмент на губах. То есть усиливает, да, ваш естественный цвет губ. По крайней мере, у меня вот этот оттенок, на мне так работает, что он подходит под мой цвет губ. И я очень люблю такое, вот особенно в повседневной жизни, что как будто бы на вас нет косметики, но вы немножечко более привлекательно выглядите, подчеркивая свои какие-то достоинства, либо природные черты. Знаете, это еще подойдет тем, кто не любит именно ощущение липкости, жирности, кто не любит лишние текстуры. Например, блеск для губ я ношу редко, только потому что мне не нравится ощущение лишнего какого-то продукта. Но вот этот блеск, он действительно комфортный. Если что, это так по скрипту. Эта пудровая помада, она абсолютно матовая. Можете посмотреть красивые сводчи в интернете. Их очень много. Красивый эффект дает. Можно сделать эффект зацелованных губ. В общем, тоже всем советую. Ребята, еще хотела включить в это видео фильмы, книги, которые я прочитала, либо посмотрела за этот месяц. Я посмотрела очень много фильмов. И самый парадокс в том, что я не могу включить ни единый фильм, фавориты. Я вообще не знаю, что с этим делать. Это большая проблема, потому что я пересматриваю сейчас очень много всего нового, открываю для себя. И ничего не трогает, ничего не цепляет. Потому что современное кино для меня, например, это вообще большая проблема, потому что чаще всего мне это неинтересно, меня это не увлекает, меня это не трогает. Потому что что-то, лишь бы что посоветовать, я вообще не хочу. Для меня это не представляет никакого интереса. Хочется все же делиться тем, что действительно достойно, да, вашего просмотра, вашего времени. Надеюсь, что в следующем месяце мы эту графу кино и книги заполним обязательно, потому что хочется чего-то такого добавить, более, скажем, интеллектуального. Я знаю, что многим это будет очень интересно. Напоследок хочу вам показать вот этот аромат Экс Нигила. Мне присылали это от бренда. И знаете, я сначала его не распробовала, не расчувствовала, и потом, как я начала пользоваться, я начала понимать его фишку, его какую-то изюминку. Называется аромат Honor Delights. Если вы будете в магазине, то послушайте этот аромат. Когда я была на презентации, презентация была с французским отделом бренда из Франции, и они объясняли это так, что вот этот аромат символизирует весну в Париже, что-то такое очень романтичное, что он обволакивает вас как облако, то есть вокруг себя. Это не тот аромат, знаете, шлейфовый, который вот прям суперяркий, слишком навязчивый и такой прямо вот говорящий. Это более такой уютный, кремовый, не знаю, обволакивающий, в общем, аромат вокруг вас. Я не знаю, как объяснить. Если будете в магазине, по-моему, в Золотом Яблоке они продаются, послушайте обязательно, стоит невероятных каких-то денег совершенно, но очень действительно меня он тронул, потому что я мечтаю о Париже, вы знаете, и, кстати, многие почему-то думают, что я хочу переехать в Париж, что меня многие видят в Париже именно в жизни, но я очень люблю Россию, я очень люблю свой дом, у меня нет, знаете, никаких таких четких прям планов переехать и куда-то уехать или свалить отсюда, то есть я не знаю, как жизнь повернется, я бы пожила какое-то время в Париже с удовольствием, во Франции, но не знаю, куда меня приведет жизнь, это все, конечно, очень интересно, очень здорово, и я вообще очень авантюрный человек, скажу вам по секрету, и, конечно, жду не дождусь возможности поехать туда и посмотреть на все своими глазами. Ладно, опять мне скажут, Катя, так затянуто, такое видео, ба-ба-ба, ты болтаешь много, поэтому не буду много болтать, но еще кое-что скажу. Я на следующий месяц, на март уже готовлю список, список видео, видео вернутся в графике три раза в неделю, это будет понедельник, среда, пятница, по-моему, так, если у меня будут форс-мажоры, они могут выходить вторник, четверг, пятница, ну, дни могут варьироваться, но вообще в целях у меня в планах вот четко по графику идти с новыми видео. Я буду очень рада вашим комментариям, просмотрам, закину вам удочку, что завтра на канале выйдет видео распаковки образов из магазина Shane, мне прислали они целую коробку, там, знаете, будет половина таких весенних вещей, половина еще зимних, потому что, я опять же повторюсь, заказывала в октябре месяце, поэтому ориентировалась как раз на зиму, но не суть, я думаю, вам все равно будет интересно, потому что многие вещи очень крутые, мне понравились, и не терпится вам показать. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь на мой канал, ставьте большой пальчик вверх, обязательно оставляйте комментарии внизу, это очень поддерживает канал, и, друзья мои, напишите о ваших любимых вещах за этот месяц, о ваших фаворитах, мне будет очень интересно почитать. Огромное спасибо вам за просмотр, я вас всех очень люблю, обнимаю, целую, и увидимся в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok